Медицинские работники Лонгипаса по-прежнему регистрируют случаи заболевания коронавирусом среди пациентов. Ситуация на фоне других муниципалитетов Югры в городе стабильная. Согласно данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заразившихся относительно предыдущих 7 дней снизилось по округу на 6,5%. А вот в Советском районе отмечается незначительный рост. По информации сотрудников Лонгипасской больницы, за неделю в городе заразились коронавирусом 39 человек. Госпитализация никому не понадобилась. У нас ситуация достаточно стабильная. Такого, скажем, роста мы не заметили. Ежедневно мы тестируем порядка 60-65 человек. Из них выявляется 5-7 человек ежедневно. И, соответственно, через 7 дней те же самые 5-7 человек и снимаются. В данный момент под наблюдением терапевтов, участковых, педиатров находятся 39 пациентов. Из них 4 ребенка. Это до 18 лет. Беременных в данный момент нет. А старше 60-ти находится 7 человек. В настоящее время коронавирусная инфекция протекает достаточно легко. Все пациенты находятся на дому. Ни один из них не госпитализирован. Лекарства выдаются согласно рекомендациям. Пациент получает на весь курс лечения. Мы тестируем двумя способами. Это ПЦР либо ИХ-тест. То есть они оба считаются подтверждающими диагноз. И у нас выявляются положительные как по ИХ-тесту, так и ПЦР-диагностикой. Многие жители Лангипаса задаются вопросом. Продолжать вакцинироваться и проходить ревакцинацию? Либо в этом необходимость уже отпала? Вакцинации в данный момент как таковой нет, потому что мы привили достаточное количество населения. Но ежедневно ревакцинируется порядка 10-15 человек. Мы призываем всех, вакцина есть в наличии. Достаточное количество вводится на двумя способами. Либо внутримышечные инъекции, как раньше, либо интраназально, с помощью специальной насадки. Продолжение следует...